механика классные гармошки хорошие всем привет вы на канале магазина тульские гармонии от павла уханова меня зовут влад и сегодня у нас необычный ролик потому что сегодня мы записываем обзор вот на такую гармошку многотембровую которую у нас есть в наличии и вы можете ее приобрести но для начала мы немножечко про нее расскажем и поиграем а а а а а а А вы тоже заметили, насколько эти песенки похожи между собой? Напишите об этом в комментариях. А мы переходим к обсуждению вот этой классной, замечательной гармошки в тональности ре-мажор. Итак, здесь у нас модель многотембровая, практически вверх совершенства, но здесь у нас кусковые планки. У многотембровой практически все самое-самое крутое, но некоторые опции все-таки в базовой комплектации можно добавить. Итак, здесь у нас есть сурдина, здесь у нас есть увеличенные итальянские правые кнопки и накладка на подбороднике. Все, все остальное уже идет в комплекте с гармошкой многотембровой. А именно, это расширенный мех, мельхероуголки итальянский, лидерин, перламутровые правые итальянские, кнопочки. Здесь у нас есть регулировка левого ремня, 7 регистров, ну и, конечно же, инкрустация. Здесь она смотрится просто классно. У нас есть ребята, которые любят вот чтобы здесь вот были рамочки, вот здесь вот чтобы была рамочка, тут была рамочка, здесь я не сторонник этого, поэтому рамочки здесь нет. Итак, сурдина создана для того, чтобы сурдинировать, логично, сурдинировать бас, который здесь у нас шестиголосный. Да, на басах тоже можно что-то интересное изобразить. Итак, пройдемся по регистрам. Здесь у нас первый регистр, это один фаготик. Он звучит круто, и для моего ученика, у которого тоже есть многотембровая, тоже, кстати, черная, очень нравится, как звучит фагот на гармонии. Один-единственный фаготик. Дальше у нас идет баритончик и тенор. Дальше у нас орган, это баритон и пикало, они настроены в унисон. Дальше у нас баритон и тенор, снова баритон и тенор, но уже в розлив. Дальше у нас баритон и тенор, но уже в розлив. Дальше у нас два тенора и пикало тоже в розлив. Ну и под конец два тенора тоже настроены в розлив. Итак, все это время я играл на басу сурдинированном, или басе сурдинированном. Короче, сурдина была включена. Отключаем ее, и у нас уже здесь полноценно звучит бас шестиголосный. Многие, когда получают свои инструменты, говорят, вот, я играю на басах, а у меня, блин, вибрирует все. Как это так? Как это получается? Что за гармошки у вас? Да блин, когда у вас вибрирует, это очень хорошо. Странно прозвучало, наверное. Короче, если вы ощущаете вибрации от голосов, это действительно хорошо, потому что басы, прям басы. А если вы не хотите, чтобы у вас прям басы вибрировали, включает сурдинку, и все, у нас уже ничего не вибрирует. Басик такой мягенький получается у нас. Ну, а все-таки это у нас гармошка. Отключаем сурдину и сыграем что-то гармошечное. Басик такой мягенький получается у нас. Итак, вы слышали, что многотембровая гармонь тоже может и очень хорошо может играть народные мелодии, народные импровизации. Так, эта гармошка продается, она у нас есть в наличии и в единственном экземпляре, потому что многотембровые инструменты действительно раскупают очень быстро. Тональность ре-мажор подходит под голос, под мужской голос, и где-то еще женщины тоже могут петь. Надо просто подобрать песенки, и тогда все будет хорошо у женщин, у девушек. Вот. Поэтому, если вы хотите приобрести вот эту вот гармошечку, то звоните по телефону, который сейчас указан на экране. Вместе с ней вы получите широкие ремешки, чехол, гарантию, целый год. Ну и, соответственно, классное и очень крутое настроение. С вами был Влад. Магазин Тульские гармонии от Павла Уханова. Подписывайтесь на канал, на телеграм-канал тоже подписывайтесь. А я со всеми прощаюсь. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok